Притяжение небес Мы летим за тобою, здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днем, наши горы тянуть, мы парим уже без усилия, за спиной выросли крылья. Здорово, ты ощущаешь крылья за спиной? Ну, я могу общаться, могу жить, то есть многие люди не могут жить, вроде же все живут, ну как, не могут выразить жизнь, человек должен выражать свою жизнь, то есть вот он приходит, куда бы он ни пришел, вот например, прихожу я в Думу, да, они говорят, ты вообще не такой, а я говорю, ну и что, я все равно есть. Я Есим. Я Есим, да, и они меня фотографируют и в газетах. Я Есим. Ростопрович. Или в крайнем случае, Николай Кейдж. А ты кто такой? А я Еша. Да нету такого. Как-то ели. А я? Вот, и приходится доказывать, что я есть, вот, и все, и всем надо доказывать, всем людям надо доказывать, что мы вообще есть, потому что многие именно считают, что нас нет. Ну, слушай, сколько людей ты своими песнями удалось разбудить? Были у тебя случаи, что именно раз песня, и потом это, ну, меняется жизнь, или, может быть, отношение к Богу? Ну, как записи попадают, вот, допустим, в такую среду, вот, часто наркоманов, допустим, или в реабилитационной церкви. Там это... Центры. Да. Центры. А я сказал. Церкви сказал. Реабилитационная церковь. Церкви, да. Скоро будут идти на Киев, но пока это центры. Да. Вот, то есть люди, у которых есть, ну, как бы уже негативный опыт, которые отреклись от этого, им же нужна пища, правильно? Да, да. И человек слушает, и это действует. То есть, всегда есть потребитель. Общество навязывает такое, что и на ничего не надо делать. Все есть. Есть Геркоров, Пугачева, там, пару экстрасенсов, батюшка, допустим, Евмения, и хватит. Знаешь, извините, что... Ты мне в хорошую компанию. Не, ну, я шучу. Я понимаю, я понимаю. А все остальные, ну, в принципе, зачем? Кормить их, платить не надо, и так хорошо. И все. То есть, нет, надо больше. То есть, везде есть, кому спеть, кому, там, приготовить еду. Что еще можно делать? Книжку почитать. Книжку почитать. Стать водителем троллейбуса. Когда человек творческий, как вот это состояние вдохновения, пытаясь все... Секрет твоих песен. Секрет вдохновения. При жизни, да, да, да. Это очень важно. На родине героя. Потому что некоторые моменты, видишь, как будто бы то, что рациональное богословие, библейский текст не дает. Дает вот такие живые слова, когда человек поет душой. Вопрос просто, откуда, как оно возникает, откуда приходит, как рождается песня. Я понимаю, что это как будто, знаешь, в акушерскую комнату войти, или в родильное отделение. Но мне очень хочется, чтобы это поделиться. Ну, на самом деле, я считаю, что дело в отцах. Вот у меня трое детей. И я пытаюсь не навязывать им, но, как бы, своей жизнью повлиять. То есть, чтобы они там интересовались чем-то интересным. И также в обществе должны быть отцы. Не отчимы, не полицейские, которые технологи. Я технологически знаю, как. А сам в таком живет кошмаре. Кошмаре просто. Человек просто, дьявол с рогами. И он пишет технологии для общества, как правильно жить. Да ты посмотри за спину. Что ты делаешь? То есть, должны отцы быть. То есть, люди, которые должны молодежи сказать, ребята, давайте. Мы сами были в этом. Мы прошли это. И мы вам даем зеленый свет. Вперед. Вот тогда человек, для него это естественная среда творческая. Он с детства начинает писать, читать. То есть, когда отцы его как принимают, благословляют, чтобы он развернул. Да. В то время, если государство, допустим, или общество вообще об отцах понятия не имеет, то есть, кроме страха и, я не знаю, потерять власть, деньги, я не знаю, что. Власть. То есть, бояться, что молодежь придет и вышибет просто пинком этих стариков, которые ничего, кроме как сидеть там на своей табуретке не умеют. Как же? И пенсию заберут. Я же хотел умереть в хорошей больнице под наркозом, безболезненно. Это меня выкинут, я под забором вздохну в муках где-то. Ужас. Поэтому он борется с молодежью, понимаешь, чтобы она, не дай бог, его не выгнала. То есть, надо поверить, в конце концов, молодежи, дать возможность. И тогда люди начинают жить в творческой среде. Вот я рэп часто слушаю, ну, через сына. У меня сын слушает рэп. Музыки нет, конечно, там. Но тексты, как будто кино смотришь. Щек, 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 щек. То есть, отслеживается действительно то, что происходит. И если в эту среду придет человек, который скажет, что Иисус, это реальный очень человек, такой же, как ты. И если это будет правда, не то, что он по заданию партии пришел, так, товарищ, идите, скажите, что Иисус – это Бог. Получите за это 250 долларов. То есть, человек, ну что, человек, скажешь, мало. Там, допустим, 700, и я пойду. Вот это и есть духовное состояние, когда Бог… Написано, как Павел, по-моему, сказал, что ныне не я живу, но Христос. Мы только вспоминали сегодня эти слова. Когда ты даешь место Богу, ну, грубо говоря, ты становишься ненормальным человеком. Почему? Потому что Бога не устраивает нормы современные. Если гомосексуализм – это норма, то Бог ненормальный. Понимаешь? О чем мы говорим? Тебе напомнить? Давай о Боге лучше. О Боге. Бог Иисус Христос, Отец, Сын и Дух Святой. Подожди, это все и так знают, вообще-то слышали. Скажи, пожалуйста, вот такую штуку, как человеку в толпе не потеряться? Вот огромное количество людей сегодня, как будто бы, вот, чтобы быть собой, нужно не побояться на каком-то этапе оказаться против всех одному. Ну, вот люди раз так, чтобы они вместе греются, чтобы не отличаться. Ты, по крайней мере, из музыкантов того круга, который я знаю, очень отличаешься тем, что ты неприличный совсем. То есть, за личину, вот, за маску не держишься, ни за какую, а так как-то, какой есть, так и говоришь. Что тебе дают смелость? Не выдали просто. Не успели. Не выдали? Ну, сейчас-то уже, конечно, выдать уже тяжело. То есть, в то время, когда можно было выдать, мне не выдали. Что? Маску. Маску, ага. Да, посчитали, что, да, никакой угрозы нет, в принципе. То есть, выдали эту маску тем, кто угрожает обществу. Они говорят так, хотите побыть Буратино лет 10? В нашем театре? Да. Тысяча долларов в месяц. Вот, веревочки сверху. То есть, вам ничего, в принципе, ничего не надо. Одеваете маску, ручки привязываете и ножки к веревочке. И живете, все. Вы даже не ощущаете жизни. Все будут дергать за вас. Вы просто просыпаетесь, кушаете и спите. В туалет ходите. Все. И говорите по бумажке, что мы вам скажем. Да, по бумажке. Нет, там вмонтировано уже, в голову вмонтировано. Это уже электроника. Фонограмм. То есть, в хорошем смысле, свободомыслие должно быть. Человек должен размышлять вообще. Над тем, где он находится, что он делает, что его окружает. Можно ли это изменить? Не стоит ли этого изменять? Может, это Бог так желает? Может, это Его желание? А тебе хочется изменить мир к лучшему. Вот как Ленин. А ты любишь этого Ленина. Он тебе в каждой... Ленин вышел на улицу, смотрит там. Буржуй в собачку мучает. Он, ах, ты негодяй. И все. Порезал именно миллионы людей. Из жалости просто к животным. К животным. Сделал добро. А Бог ему говорил, не делай этого. Ты просто недальновидный. Так как толпят, не потеряются. Да, да, да. А, как не потеряться. Надо купить, как это называется, айпод или как эта штука в машинах, знаете, куда ехать. Да, да, навигатор. Навигатор нужен, да. То есть по навигатору двигаться именно в правильном направлении. Нужно дружить всем. Так? То есть надо стать смелее. Надо стать смелее. А смелость, она, конечно же, вызывает всякие неприличные вещи. То есть, ну, как бы, я знаю, слово приличие, неприличие, это вообще такое сложное слово. При лице. То есть личину держишь, ты понимаешь? Да. Лицо немного может измениться. То есть, как бы... И станешь неприличным. Да, чуть-чуть. То есть, когда люди смелее, они начинают общаться даже с теми, с которыми бы и не пообщались. И в результате этого высвобождается дополнительная аудитория. То есть, люди начинают общаться, начинают больше приходить всего. Слушай, Геш, знаешь, были такие в русской традиции, такие еродивые христа ради. Да. Вот. И говорят, что там они просто приходили, поясничали, всякую чушь пороли. И самое интересное, что как-то парадоксально у людей менялась жизнь. Бояр там, Иоанна Грозного пришел, Василий Блаженок, Иоанну Грозному там что-то ему яйцом пульнул в лоб. Тут вместо того, чтобы обидеться или наказать, его поблагодарил и раз смягчился на полтора часа. Как ты думаешь, почему это работает? Если Иоанна Грозного и отпускало, то на очень короткий период. Я говорю, на полтора часа мало. Таким людям, как Иоанна Грозного, еродивые не помогут. Поэтому быть еродивым невыгодно. Я вообще считаю, что в русском языке и в культуре есть такие загадочные вещи, мифы, которые невозможно проверить. Я не верю ни в еродивых, ни в... Я считаю, что это политические заказы, все. Все это, это политическая элита разводит специальных клоунов. А их даже в Думе полно. Да, у нас на Украине. Они бьют друг друга, да, специально, чтобы вызвать у людей, ну, хоть какие-то эмоции. То есть это все цирк, театр. Политика это вообще цирк. Вот именно не театр, а цирк. Потому что животные участвуют. Тюлени, моржи, прыгают через кольца. Про шутов расскажи, да. Шуты в основном были горбатые. Маленького роста. И вообще с физическими вадами. Ну, то есть больные люди. Чтобы сразу вызывать какие-то умиления. То есть царь такой, о, бедняжка, хромоножка ты моя. А он ему в это время какие-то гадости говорит. Ну, это как бы... Ну, ты шут? Я? Нет, есть группа Король и Шут. Ты, наверное, Король. Я не шут, потому что я очень, как бы сказать, я очень собранный человек. То есть если посмотреть на меня, вот, допустим, через рентген, вот если бы здесь был рентген, то бы вы увидели человека... Видели фильм Александр Невский? Ну, там на Россию наступали такие... В таких железных колпаках, имена с паролизами. То есть я думаю, что я, скорее всего, вот такой человек. То есть то, что, как бы, происходит на поверхности, ну, это, как бы, просто времяпровождение. А внутри у меня есть цель. То есть я конкретно... Да я просто всех предупреждаю, что я человек очень опасный. Я достигаю цели. И какая цель у тебя вот на этой программе? Коммунизм. Я хочу создать христианскую коммунистическую партию. Я хочу вернуть в церковь Красное Знамя. Или, наоборот, крестное, она на Красное Знамя нарисовать. Ну, что-нибудь сделать такое, чтобы вернуть старикам именно упоение. Понимаешь, соединить красный цвет, который располагает вот именно какому-то покою, уюту, да? Надежда какая-то. Ну, чтобы там был Христос. Например, у Ленина голову отрезать, допустим, и Христа. Чтобы они сразу... Чтобы они на тот свет шли с улыбкой, с радостью. Понимаешь, потому что получается конфликт. Люди всю жизнь не верили в Христа. Тут округом со всех каналов Христос, Христос. А красной тряпки не хватает. Понимаешь? И все. Вот. И я хочу, чтобы это наконец-то... Тем более, что Горбачев сказал, что Иисус Христос – это первый коммунист. Это я лично видел. Он к памятнику Христа цветочки ложил. Где он эту память? В Рио-де-Женейро. В Рио-де-Женейро. Это правда. Я хочу вернуть России именно в будущее. В лице прошлого. Чтобы не было революции, войн. Поэтому же, смотри, люди опять боярствуют, потом опять придет Ленин, начнет мочить всех. Зачем? То есть надо предупредить это. Вернуть Ленина чуть раньше. Надо обогнать Ленина, наконец-то. А то всегда он впереди. Это уже пророк. Я понимаю. Он приходит и говорит, у России есть призвание. Все какое? Нет, чтобы сказать, царство небесное. Он начинает городить там всякое социализм. Развитый, недоразвитый. Я хочу, чтобы Россия наконец поняла, что Чернышевский, он не враг. Именно Гоголь, Гегель, Кант. Нет, Сашницер. Немцы наши друзья. Детей своих наказываешь? Сейчас уже поздно. Они у меня выросли. По сколько им? 20, 18 и 17. Взрослые люди. То есть я их могу, как бы я бы наказывал их, конечно, деньгами, если бы у меня вывели деньги. Ты давал бы им деньги? Нет, я бы их не давал бы. А, не давал бы. То есть я бы ездил на шикарной машине, они бы смотрели, говорю, папа, дай нам денег. А ты, нет, детки. Будете меня слушать? Тогда я вам дам машину. Ну, как вот в Америке, так, посмотрите. Хороший метод. Не надо бить никого. Просто детей именно купить. Поработить их. Дети разве поведутся на такое порабощение? Запасно. Все, все. Мамона сильна. Я просто не сужу мамоне, поэтому не могу использовать этот метод. Я Господу Иисусу Христу. А Христос, Он такими методами не действовал. Ну, да. Ну, Он брал полетку иногда, да, в торговом центре однажды. Сошел в Иерусалимском торговом центре. Там попереворачивали немного столики. Слушай, я попрошу тебя, сыграй с нового альбома песни, которую еще я не слышал. Ты вот начал ее наигрывать, я понял, что это совершенно в тему нашей программы. Меч, брошен в игру, мир бежит за ним. По полю, и я тем же ветром гоним, все никак не умру, что утворил Божью волю в тесноте. Дай вина, чтоб терпеть все эти боли на кресте. Пей до дна не свою твою волю. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мир, безумный вокзал, Кто упал, тот пропал. И нет пощады. Ты один не предал, не продал на плечах Вынес нас из ада в тесноте Дай вина, чтоб терпеть все эти боли На кресте впитать нам Не свою, твою волю Ла-ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай А в небесах красный конь и огонь Льется в море, трубы громко гудят Мы тебя увидим вскоре, но в тесноте Дай вина, чтоб терпеть все эти боли На кресте впитать нам Не свою, твою волю В тесноте дай вина, чтоб терпеть все эти боли На кресте дай вина, мне свою, твою волю Спасибо, Геша Пожелание, пожелание нужно в конце У нас такая традиция Пожелай что-нибудь удачи нашим дорогим Желаю всем хорошего дня Веселого вечера Ночи всем разной В основном спокойной И опять легкого пробуждения Не пейте водку На всяком случае много И верьте в Господа Иисуса У всех есть шанс Вырваться просто из любых Самых страшных Критических Каких-то ситуаций Потому что Бог действительно нас любит Спасибо Здравствуй, светлый новый день Ты пришел издалека Подняла твоя рука свободу Раздвигая облака Сквозь дремучие века Принесла твоя река нам воду О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Субтитры создавал DimaTorzok О-о-о-о, светлый день Избавляясь от огонь Бьет земля святую кровь Изрыкают серу парисеев Он на крест прибил наш грех Стали мы чисты, как снег Светлый день, смерть и день Разсеял Новый день О-о-о, светлый день О-о-о, новый день О-о-о, светлый день О-о-о, светлый день О-о-о, новый день О-о-о, светлый день О-о-о, светлый день О-о-о, светлый день